Всем привет! Я Инга, рада что ты заглянул на мой канал. Сегодня мы с тобой будем есть солянку. Солянка, конечно, не моя любимая, потому что моей любимой не было. Я не помню, что там за фильм. А это Сытоедов. Такая вот солянка по-новгородски. Там лимончик, маслины, картошечка, мясцо. Упаковка. Что-то ещё, наверное. Тут две упаковки. Коробки этих. Не знаю, съем ли я всё. Как всегда. Ложки пластиковые у меня нет, поэтому я постараюсь есть не громко, не бить. А в зубы, а в тарелку. Он такой прям нажористый. Очень на картошечке. Мой любимый хлеб тоже закончился. Еще не заметила. Вот этот Херсес, Харрис, как он там называется. Квадратный такой. Ну, мягкий такой всегда. Многих пугает срок хранения этого хлеба. Хочу лимончик. Лимон потеряла пока. Мне кажется, я какая-то темная. Мясо вот оно. Дальше сразу ответим на пару вопросов. Мар. Мар. Как читается, не знаю. Мур. Мар. Привет. Не могли бы вы рассказать о проколе губы? Я написала гибы. Классно. Хотя писать в ми. Как давно делали? Как заживал? Когда меняли украшения? И так далее. Как давно делали? Делали почти 14 лет назад, получается. Давно. У нас летом, я помню. Девчонка приезжала из Москвы. Вот мы иногда гуляли. Мне уже тогда тоже нравился пирсинг. Поэтому язык уже был проколат. И бровь. Не знаю, может, в тот момент я уже её сняла. Потому что я бровь проколала два раза, а она не прижилась ни разу. Ну вот губом лимончик попался. И вот у неё тоже всегда был с собой наборчик. Всякие украшения и всё такое. У меня тоже был свой наборчик. Там даже и катетер был зачем-то. Ну, я тогда тоже кому-то пару раз что-то прокалывала. В лесу, не в лесу. Ну, вы поняли, да? Вот мы сидели около паника какого-то. И вот она мне там проколола. Было больно, не больно? Я не помню. Ну, возможно, терпимо. Я помню ещё, она мне закрутила в обрет. Ну, а мы уже не с ней гуляли под вечер. Я уже собралась домой. Ну, ещё светло было. Лето, ну, всё такое. Ну, часов. Не знаю, 6-7 было. Я звоню, говорю, я не могу открутить серёжку. Шарик. Потому что, как бы, родители-то не знают, показывают, пока не хочу. Мало ли будут ругаться. Хотя у меня три прокола было. Ещё пополка я забыла. Который мне тоже подарили на день рождения. Мы ходили в салон. Салон. У нас колхозный салон. Ну, я какое-то время не рассказывала. Потом рассказала. Ещё так я в школе училась. В школе меня постоянно ругали. Особенно в то время, там, в 7-8 класс. Чёрные волосы. Всё. К социальному педагогу. Сумка с черепами. Всё. Типа нельзя. Помню, физичка лоханулась. Она у меня на один день... У меня не было у неё урока. Видимо, я мимо её кабинета проходила. Она видела мою сумку с черепами. Там большие булавки были. Но она заметила. И вот на следующий день у нас у неё урок. Она ещё не смотрела на мою сумку. Сразу приходит социальный педагога. Говорит, вот у неё сумка с черепами. А я в тот день делаю сумку через плечо со спанч-бобом. Такая, типа, ха-ха-ха. Потом докопалась до моей арафатки. Хотя так-то зима, холодно. Они ходят с шарфами, накрываются. А нам нельзя типа шею приклеить, всё остальное. Груще докопались. И вот из этой фигни лишней уже не достали вообще. Кроссовки нельзя. Это нельзя. Спортивно нельзя. А я кроме этого ничего не носила. И вот я выкручивала шарик и ходила просто вот с пиптиком таким. Когда у нас урок был классный, я его зубами в губу засовывала и типа не видно. Ну, не знаю, видно было, не видно. Но остальные мне ничего не говорили про губу. Не знаю, может, они не выглядывались. Как заживал. Честно скажу, никогда не ухаживала за украшениями. Кроме бровей. Она и не прижила, как бы. Видимо, не так прокололи как-то. Ну, либо не подходит. Металл, ещё что-то. Когда меняли украшения, украшения меняла раза три. Или два. Из-за не шваст. Это моё первое украшение. Я его когда-то снимала, то есть оно у меня оставалось. Максимум я шарик теряла. Потом я лет 18 вставляла зелёное. Потом краска начала пропуляться и было некрасиво. А я ещё вставляла лаблет с сердечком. Но мне не понравился. Вот это оставила. То есть я их не снимаю. То есть это украшение я не меняла лет 8-9. Ну, я его чищу вот так вот. Протираю всё остальное, потому что на нём тональник собирается, грим, если я грим им крашу. И всё, что да. То есть надо чистить. Тут ещё огурчики мусульные. Вадим Линов, привет тебе огромный. Это я хотела бы себе этот тату сделать. Хотела бы. Была бы маза, я бы вообще вся забила. Все руки. Не знаю, обожаю тату. Я помню ещё давно прям мне нравятся татуировки. Я тоже постоянно помню, когда я ещё давно там лет 11 назад создавала папку в ПК. Тут всякие фотографии нереальные. Там сумасшедший какой-нибудь пирсинг, подвешивание, татуировки разные. Ну, просто по приколу. Там столько фоток было. Там, я не знаю, тысячи. Мне прям нравилось. Ну, я вообще такой не добила, но прикольно было смотреть. Но татуировки стоят денег. Лишних нет, скажем так, поэтому пока не делаю. Так бы хотелось себе подарочек подарить. Тем более, с моими заболеваниями, у меня врачи вообще говорят, не делай татуировки, ну, типа, нельзя. Хочется. Но меня вот это нельзя не останавливает. Пока что. Не знаю, ну, это красиво, вот это украшение тела. Я обожаю тоже у людей татуировки. На какие-нибудь прикольные. Мне даже нравится на пальцах татуировки тут. Ну, такое, что-нибудь такое интересное. Кроме там, Вася, Петя, я не знаю. Кроме таких. Кроме корон, кроме знак бесконечности, ну, вот эти вот штуки. Я помню, они модные были, там вообще все их били практически в 14-м году. Надписи, я тоже надпись набила, такая, а-а, тем набила. Ладно. Каждый раз хочу сделать браслет Blackwork, забить эту надпись дурацкую. Я надеюсь, что у меня есть сармак. Спасибо тебе большое за просмотр, за внимание. Счастливо и пока!